День Матери – это праздник, отмечаемый во всем мире в честь всех мам. Многие считают, что его традиции уходят даже в средние века, когда в мае в Испании и Италии чествовали Мать Иисуса Деву Марию. Обычай распространился на другие европейские страны, такие как Франция и Германия, и, наконец, достиг Северной Америки в XIX веке. Там он был поначалу профсоюзным, назывался День Рабочей Матери. И, наконец, во всем мире, в том числе и в Эстонии, провозгласили 2-е воскресенье мая Днем Матери. Об этом празднике мы поговорим сегодня с нашей гостьей. Это Анастасия Закурдаева, сооснователь школы Вивере. Анастасия, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, во-первых, поздравляю вас с наступающим праздником. А во-вторых, хочется сказать, спросить хочется, каково это сегодня быть мамой? Вы знаете, мне кажется, очень часто есть такое убеждение, что сейчас мамой быть проще, чем 20 лет назад, потому что у нас есть огромное количество помощи в виде бытовой техники, кружков для детей. Но мне кажется, что современной маме на самом деле ничуть не проще, потому что появилось огромное количество задач перед мамой, и она должна подготовить своего ребенка к такому не очень понятному будущему на данный момент. И ей для этого нужно приложить очень много усилий и иметь очень много знаний. Поэтому современная мама часто находится в ситуации, когда она не понимает, как правильно воспитывать своего ребенка, на какой кружок его отдать, в какую школу. И поэтому, мне кажется, такая нагрузка у мамы в современном мире достаточно большая, несмотря на всю-всю-всю помощь, которая присутствует в наше время. Мне кажется, если взять линейку супергероев, я бы обязательно туда, вот одним из супергероев сделал бы маму, потому что, ну, это действительно супергерои. Но стоит отметить, что вы являетесь также мамой особого ребенка, и вот здесь хочется отдельно остановиться. Что значит быть мамой вот такого ребенка в наше время, в нашем городе, в нашей стране? Мне кажется, что путь особого материнства, в принципе, для многих людей непонятен. Очень сложно описать его словами. И мне, на самом деле, будет сложно выразить от лица там всех мам. Лично мой путь и мои ощущения, вот у меня сейчас трое детей, но я часто говорю, что пятеро, потому что старший идет за троих по количеству ресурсов, которые нужно в него вложить, финансовых, эмоциональных, временных, для того, чтобы его как-то адаптировать к современному миру, и вообще к миру, в принципе, неважно, в каком месте он бы жил, ему все равно всегда была необходима, и, скорее всего, еще долго будет необходима наша поддержка всесторонняя. Поэтому, конечно, это требует огромного количества ресурсов, в первую очередь. Не могу не задать вопрос, касаемый образования. В этом году мы переходим на эстонский язык обучения. Вот что касается особенных детей, правительство, к сожалению, не услышало мольбы и просьбы мам особенных ребят. Какие возможности, какая поддержка и помощь? Что вы думаете об этом? Это очень важный вопрос в отношении детей с особыми образовательными потребностями, потому что многие из них будут испытывать большие сложности, в принципе, при обучении в школе. Школа наша, в том виде, в котором она существует, не всегда может дать ребенку ту поддержку, которая ему необходима. А уж если мы говорим про переход на другой язык, то, конечно, это создаст зачастую огромные дополнительные сложности для ребенка в плане понимания информации, возможности адаптации к школьной системе, что для многих детей с особыми потребностями действительно большая сложность. Поэтому мне, конечно, очень жаль, что правительство на данный момент никак не принимает во внимание как раз-таки те самые особые потребности некоторых и достаточно большого количества русскоязычных детей, потому что им, конечно, будет сложнее отсутствие персонала дополнительного, опорных специалистов, отсутствие учителей, которые знают, как справляться и как помочь таким детям. На данном этапе я не могу даже представить, как можно быстро изменить эту ситуацию к сентябрю, потому что любые изменения требуют времени. Изменения в сфере образования, подготовка специалистов, дополнительное образование для специалистов – это большое количество времени и желания. А их и так не хватает? Их и так не хватает. Анастасия, давайте закончим все-таки на хорошей ноте. Давайте пожелаем всем мамам в День матери, чтобы только улыбки и только радость. Обязательно. Это самое важное. Еще раз поздравляю вас с наступающим праздником. Всего вам хорошего, счастья и здоровья. Спасибо. В общем, как мы поняли из разговора с Анастасией Закурдаевой, быть мамой и почетно, и нелегко. Ну и, конечно, наша редакция присоединяется ко всем теплым поздравлениям и желает всем мамам в наше непростое время сил и здоровья. А мы обещаем сделать все, чтобы они чувствовали нашу любовь и поддержку. И, пользуясь, так сказать, служебным положением, поздравляю с наступающим праздником и мою любимую маму. Наверняка самую преданную зрительницу новостей Таллина.